Могут ли вот эти ребята проявлять сексизм вот к этим чувакам? И ответ... НЕЕТ! Не могут, потому что у них нет вот этой стрелочки. Доминантную группу от меньшинства отличает вот эта стрелочка. Эта стрелочка — это механизм угнетения, который находится в ручках у этих человечков. Или, иначе говоря, власть. Но только у вот этих ребят есть вот эта стрелочка. Только у них есть контроль и власть. От разнообразных феминисток и рядовых мужененавистниц, а то и от сахатых мужеского пола, мы постоянно слышим бездоказательные утверждения. Мол, у мужчин же есть везде власть. Вон и президент же мужчина. И в верховном государственном органе сидят одни мужчины. И все это подается с видом железного доказательства того, что все остальные 60 миллионов мужчин в стране наделены властью. А женщинки такие все себя несчастные и угнетенные. Ведь так мало представительниц всего прекраснейшего пола светится в телевизоре на правительственных заседаниях. В ближайшие несколько минут я камня на камне не оставлю от этого вредоносного мифа о женском безвластии. И железобетонно докажу вам, что в современном российском обществе большая часть институциональных привилегий, позволяющих иметь власть и обладать исключительным статусом как в формальной, так и в частной сфере, принадлежат женщинам как классу. И совсем не зря мы называем сложившуюся систему матриархатом. В маносфере буквально каждый день можно услышать упоминание термина матриархат в самых разных контекстах. Мол, мы живем в матриархате, в России матриархат, матриархат дает женщине такие-то привилегии и так далее, и так далее, и так далее. Но несмотря на то, что термин, казалось бы, лежит в азах матчасти, никто толком и не удосужился убедительно обосновать его актуальность. И в полном объеме и в рамках одного материала объяснить, над чем или над кем женщины у нас в стране, собственно, властвуют. И при помощи каких инструментов, ведь термин матриархат здесь обозначает власть женщин, или в узком смысле власть матерей. Я считаю, что необходима некоторая методичка для объяснения несведущим прямо по пунктам, что такое матриархат и почему он имеет место быть в России. Но давайте для начала определимся, что такое, собственно, власть. По определению Википедии, власть – это возможность навязать свою волю, управлять или воздействовать на других людей даже вопреки их сопротивлению. Власть одной конкретной социальной группы, например, по половому признаку, в таком случае определяется как способность этой группы осуществлять свою волю, оказывать воздействие на деятельность других социальных групп. То есть мы признаем за какой-либо сферой власть женщин, либо если на эту сферу оказывают влияние исключительно женщины, либо если женщины имеют существенное преимущество для получения этой власти, и это закрепляется гласными или негласными институциональными механизмами. Итак, шесть основных сфер почти безоговорочной власти женщин. Первая сфера – власть над новым поколением. В руках женщин сосредоточена власть над детьми. Женщины имеют все возможности воспитать ребенка в соответствии со своей картиной мира. Отец же имеет доступ к воспитанию ребенка только до тех пор, пока ему позволяет мать. Если же женщине что-то в нем не нравится, она легко уходит и забирает ребенка. Если уж отец сам не соглашается оставить ей ребенка, повинуясь тому, что ему с детства внушали, что к воспитанию детей он не годится по признаку пола, то уж суд-то почти железно оставляет ребенка матери. Отцы в разводе не дадут соврать, что ребенка младше десяти лет оставить себе вообще невозможно, за исключением тех случаев, когда мать сама отказывается от ребенка и не хочет с ним возиться. При этом разведенка с прицепом будет еще и деньги с бывшего мужа получать, растрата которых вообще не контролируется никак. Они на эти алименты могут хоть билет на Стас Михайлова купить, хоть сиськи вставить и это будет абсолютно законно. Государство еще и поощряет деньгами родивших женщин с помощью материнского капитала, получить которые отцу практически невозможно. Ну то есть тем самым закрепляет финансово право на детей за женщинами. Особым пунктом надо отметить, что женщинам отдается власть не только над их собственными детьми, но и над чужими. Большая часть учителей в школе и почти все воспитатели в детском саду женщины, потому что общество не доверяет детей мужчинам. Словом, власть над детьми и возможность оказывать влияние на формирование нового поколения на данный момент почти исключительно принадлежит женщинам и это закреплено институционально, как гласно, так и негласно. Не стоит недооценивать эту власть женщин над детьми, ибо пользуясь беззащитностью детей и их неспособностью за себя постоять, пользуясь их внушаемостью и пластичностью сознания, учительницы и воспитательницы со всей своей педагогической мощностью формируют личность детей в соответствии с выгодной им тоталитарно-геноцентрической идеологией. Именно женщины ответственны за всю ту социализацию, которую получают все дети в нашей стране. Вторая сфера – электоральная власть. Она сосредоточена практически только в руках женщин. За кого женщины проголосуют, тот и будет у власти. Женщины составляют большинство электората в нашей стране. По возрастным категориям основной электорально значимой стратой считаются пенсионеры, а среди них женщин больше двух третей. Спасибо за это мужу ненавистнической системе истребления молодых мужчин. Все это заставляет любого политика думать в первую очередь о том, как в своей программе и деятельности удовлетворить интересы женского населения. Упоминание мужских интересов в программе хоть в каком-то аспекте считается чуть ли не политическим самоубийством в нашей парламентарной псевдодемократии. Иначе говоря, система построена так, что к власти приходит тот политик, который сможет сделать самый лучший метафизический кунилингус. И это будет самый геноцентричный, самый ненавидящий мужчин, самый раболепный перед женщинами политик. И в нашей стороне отношение к женщинам особое, бережное. Отсюда мы и имеем постоянно увеличивающийся разрыв в правах между мужчинами и женщинами. Стоит добавить, что среди тех, кто обеспечивает механизм этой системы имитационной демократии, основную массу также составляют женщины. Я говорю сейчас об училках, которые сидят в избирательных комиссиях и обеспечивают необходимое соотношение голосов на участке, ну, понятно, какими способами. С помощью общественных механизмов ограничения числа мужчин среди учителей геноцентрическая система убила разом двух зайцев и закрепила право формировать сознание детей за женщинами и дала им же возможность контролировать механизм наших псевдовыборов. Знаете, некоторые сверхразумы утверждают, что раз у нас Путин, мужчина и большинство депутатов мужчины, то значит у нас патриархаты женщин угнетают. Ну так, во-первых, среди всех мужчин реальную власть имеют какие-то жалкие доли процента. И власть этой доли процента по вышеназванным причинам упирается в женщин. Все равно женщины оказываются здесь центральным элементом системы власти и все равно эти власть имущие принимают свои решения в интересах женского населения. Ну и лично в своих интересах, конечно же. Не бесплатно же ОЖП всей страны облагодетельствовать. Но уж никак и никоим образом не в интересах всего мужского населения страны. Наоборот, исключительно против этих интересов. Так что женщины являются основным электоратом страны и регулировщиками механизма выборов. И таким образом они могут оказывать воздействие на деятельность и жизнь других категорий населения, которые не имеют такого электорального влияния. То есть на мужчин и на детей. Третья сфера – судебная и прокурорская власть. 80% судей и прокуроров в стране – женщины. То, что среди пары десятков верховных судей России мужчин чуть больше, роли вообще не играет. Потому что до верховного суда доходят буквально единичные дела. И то после многолетней тяжбы. Но даже уже среди судей и прокуроров федерального уровня в целом почти 70% женщин. А уж на местах процент женщин судебной власти может доходить до 85%. Поэтому судебные решения принимаются практически исключительно выгодные женщинам. Как то сроки за изнасилование по откровенно спорным делам, в которых игнорируются показания свидетелей, игнорируется судебная экспертиза, лишь бы вот натянуть приговор. Как то передача ребенка матерям, которым негде жить в то время как у отцов есть свои квартиры и они хотят оставить себе ребенка. И просто женщинам откровенно дают меньшие сроки за те же преступления при так заведомо более комфортных условиях отбывания наказания. Почему же женщин судей настолько больше? Думаю, тут есть целый комплекс причин и точно разобраться в них практически невозможно. С одной стороны, к тому есть некоторые социализационные предпосылки. Современное общество и массовая культура маргинализует мужчин и ассоциирует их с опасностью, с насилием, с неблагополучием и вообще с преступностью. И доверия к мужчинам меньше. Женский пол в обществе наоборот ассоциируется с благополучием и спокойствием. С детства всем нам рисуют и отпечатывают в сознании такой образ строгой и справедливой женщины. Воспитательницы, учительницы и так далее, и так далее, и так далее. Которая вот сейчас придет и справедливо все рассудит и накажет кого надо. То есть с ранних лет каждый из нас видит над собой контроль женщины. В садике воспитательница женщина, в школе учительница женщина. Папа, если он вообще есть, целый день батрачит на работе. А дома тобой распоряжается мама. Даже в языке папа ходит на работу от слова раб. А мама, хоть она и ничего в жизни не добилась, все равно называется дома хозяйка. Хозяйка, понимаете? А если мама тоже впахивает, как сейчас частенько бывает, то с тобой дома сидит бабушка. Потому что дедушка уже умер. Парадигма, что задача женщины быть хозяйкой и решать судьбы людей, а удел мужчины это исключительно батрачить и быть эдаким малозаметным персонажем второго плана, крепко оседает в голове людей. И как следствие, мужчины в юридической сфере больше выбирают заискивающую позицию обычного адвоката. А женщины чаще стремятся в сферы определения судьбы людей, то есть судьи. Однако, можно заметить и некоторые институциональные механизмы ограничения численности мужчин судебной власти. Ведь для того, чтобы стать судьей или прокурором, надо обязательно получить высшее юридическое образование, а также пройти несколько лет стажировки в судах. А получить это образование и стаж женщинам проще по причине отсутствия угрозы годового заключения в рабу армии. А в большинстве городов России на специальности юриспруденция есть очень существенные проблемы с обучением на военной кафедре. Теперь вот давайте попробуем подобрать для условного абитуриента, который хочет обучаться по специальности юриспруденция, место, где он сможет обучаться на военной кафедре, чтобы не попасть в армию после вуза. Будем смотреть в городе Новосибирск. Москва и Санкт-Петербург это города самые большие, самые главные. Там в принципе все более-менее нормально относительно. Новосибирск давайте смотреть. Тоже вообще-то город большой, город-миллионник. Давайте сначала оценим в принципе, какие места там есть по специальности юриспруденция. Что вообще с этой специальности в этом городе? Да хрена мест, да хрена мест. Вот смотрите, очень много мест под специальности юриспруденция. А теперь давайте посмотрим, что там с военной кафедрой на мест юриспруденции в Новосибирске. Всего две есть специальности. Всего в двух вузах, где есть юриспруденция и где можно проходить обучение на военной кафедре. Понятно. Давайте теперь Екатеринбург посмотрим. Город вообще третий по значению считается в России. Итак, смотрим в целом по специальности юриспруденция, что у нас там. Там тоже до хрена мест, просто до хрена. То есть вот смотрите. И теперь специальность юриспруденция военная кафедра. Нет, а вот, вот один всего университет, который предоставляет такую возможность. В третьем по значению городе нашей страны. Дальше, Нижний Новгород. Тоже очень большой город, тоже миллионник. Давайте оценим в целом, что там по юриспруденции. До хренища мест, до хренища мест. Как вы видите, теперь юриспруденция с военной кафедрой. Три места, три места. Вот так вот. Казань. Тоже посмотрим, что в целом с юриспруденцией. Опять до хренища мест. Теперь юриспруденция военная кафедра. Два места. Вот так вот, ребята. Челябинск. Смотрим в целом, что с юриспруденцией. Очень много мест, точно так же, как и везде. Дальше юриспруденция военная кафедра. Одно место. Город Омск. Юриспруденция. В целом, сколько у нас там есть мест, куда можно поступить. Порядочно. Юриспруденция военная кафедра. Два места. Вот так вот. В общем, я, наверное, даже не буду продолжать рассматривать города-миллионники. Можете сами заходить. Вот остаток тут досмотреть. И вы можете увидеть то, что без военных кафедр, где там парни идут учиться под страхом попасть в армию после окончания обучения. До хренища. Девушки туда, наверное, ломятся толпами. В то время как с военной кафедрой вузы, которые тебя избавят от необходимости рабу армии и которые позволят тебе нормально получать стаж после диплома, крайне мало. В каждом городе миллионники. Ну вот кроме двух основных городов, Москва и Санкт-Петербург, там просто вообще вузов дохренища. И там, ну, куда не шло все более-менее. Делайте выводы, ребята, делайте выводы. Естественно, молодой парень видит, что в своем городе ему не поступить на юриста с военной кафедрой и предпочитает пойти туда, где у него будет возможность не идти в армию после вуза. А если все-таки пойдет учиться юриспруденции, то после окончания вуза ему придется идти служить, если он не придумает, как откосить. В то время как его однокурсницы смогут спокойно получать судебную практику. Кроме того, в различных государственных вот этих вот прокурорских службах часто стараются не брать не служивших в армии мужчин, а женщин как бы и так можно. Таким образом ограничивается участие мужчин в судебной системе. С одной стороны, палкой призывной раба армии, с другой стороны, негласным отсевом тех, кто этой палкой не был покалечен. Четвертая сфера – чиновническая власть на местах. У нас почему-то считается, что власть – это кто-то там в телевизоре, это президент, это депутаты, министры и так далее, и так далее, и так далее. В реальности же все эти люди сидят где-то далеко, распиливают там помаленьку федеральный бюджет на новые яхты, дворцы и шубы для жен. Но их влияние на обывательскую реальность крайне мало по сравнению с мелкопоместными представителями власти. Именно следственные бумагомараки на местах решают возбудить дело или отказать ему, за исключением разве что политических дел. Дать ли ход прошению или ограничиться отпиской. Именно оплошности местных пожарных инспекторов приводят в конечном итоге к фатальным последствиям. И именно налоговик вашего района имеет инструменты для того, чтобы посадить вас за неуплату и так далее. Еще Николай Первый подметил, столу начальники правят Россией. А Иосиф Сталин смог установить свою неоспоримую власть в государстве вплоть до культа собственной личности и сменить всю партийную верхушку раннего СССР, всех неугодных наркомов и бывших приближенных Ленина именно благодаря тому, что незаметно и постепенно заполнил все мелкие партийные должности своими идеологическими сторонниками. Таким образом, исторически подтверждается, что власть бумажка-носителей на местах в реальности гораздо сильнее и важнее центральной власти министров, которые без поддержки этих бумажка-носителей не выживет. А теперь давайте же посмотрим, кто у нас составляет большинство во всех ветвях власти в стране. В органах законодательной власти мужчин 37,6%, а женщин 62,4%. В исполнительной власти мужчин 29,5%, а женщин 70,5%. В судебной власти, как я уже упоминал, мужчин 20%, женщин 80%. В других государственных органах мужчин 35,6%, женщин 64,4%. Да, на самых-самых высоких постах мужчин все-таки немного больше, но эти мужчины вынуждены действовать почти исключительно в интересах женской монолитной массы в государственной власти, поскольку эта масса на самом деле может их сместить, как уже показала история. И не будем забывать, что высшие посты занимают люди, которые зависят от избирателей, либо тесно взаимодействуют с таковыми, а избирательная власть сосредоточена в руках женщин, как я уже показал выше. А уж на местах вообще каждое решение принимается именно средним и нижним уровнем чиновничества, где женщин абсолютное большинство. И от этих решений напрямую зависит наша жизнь, наши дороги, благоустройство города, безопасность и так далее. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно, а вам должны ваши родители. Ну, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать. Кстати, разномастные феминистки и прочие ущемленные женщины любят по этому поводу разглагольствовать. Мол, женщина не может пробиться к вершинам власти из-за какого-то там социального давления, стеклянный потолок задавил и так далее, и так далее, и так далее. Но все это не соответствует действительности. Во-первых, так или иначе, даже на самых высших уровнях, женщин в некоторых сферах власти может быть почти до половины. Их что, не угнетают гендерные стереотипы, или голова твердая, что стеклянный потолок пробивает легко, или это трансгендеры? А вот если не фантазировать, а посмотреть на реальность нашей страны, то вдруг оказывается, что по данным опросов, общество в большинстве своем одобряет рост количества женщин на высших государственных должностях. И положительно относится к тому, чтобы женщины занимали высшие должности и активно участвовали в политике. По мне, так достаточно очевидно, что женщин меньше в самых высших слоях власти, потому что им вообще не имеет смысла туда идти. Если в нижние уровни власти попасть относительно просто, то чтобы попасть в высшие, нужно долго строить карьеру, налаживать какие-то связи, преодолевать множество препятствий, нести как-никак большую ответственность, рисковать, втирать там что-то электорату. Зачем все это надо, когда можно просто охомутать и выйти замуж за уже готового представителя власти? И сразу же, почти что без усилий, получить те же самые ресурсы, а порой и даже влияние на государство через мужа, как то было в случае с Раисой Горбачевой. Понятно, что вероятность стать женой настолько высокопоставленного деятеля весьма мала, но она уж явно не больше вероятности самому стать таким же деятелем. И путь становления чьей-то женой намного проще, чем карьерный путь через тернии к высокой должности. Но богатства и влияние при этом у такой жены, ну, чуть ли не больше. И если женщина имеет возможность выйти замуж за большого гос. чинаря и сразу получить доступ к наворованному, да еще и не нести за это абсолютно никакой ответственности за, собственно, это наворованное, то мужчина такой возможности вообще не имеет. Потому что общество его с детства воспитывало как добытчика, внушало ему, что надо батрачить на семью и на жену. Понятное дело, что человек с таким воспитанием с большей вероятностью достигнет высокого положения при прочих равных, чем тот, точнее та, кого ориентировали на паразитизм на супруге и радость жизни при всем готовом. Подчеркну, что факт меньшего числа женщин в высшем руководстве находится в поле постоянного общественного внимания. И так или иначе предпринимаются шаги по изменению ситуации в данной сфере. На эту тему постоянно выдвигаются различные инициативы, которые пользуются поддержкой даже самого президента. Решать эту проблему предлагается с помощью новых юридических и политических привилегий для женского пола. Но тотальное засилье женщин среди власти на местах, от решений которой зависят судьбы десятков миллионов россиян, вообще за проблему не воспринимается нигде, кроме разве что пары блогов в интернете вроде моего. Подобные вопросы покрыты непроницаемой стеной информационного мрака. Ведь это, видите ли, маргинальные теории, которые здесь принято игнорировать и отрицать. А те, кто этого не делают, объявляются женоненавистниками или чудиками, которые зачем-то обращают внимание на какие-то несущественные проблемы. То есть общество и власть считает так. То, что среди самых высоких эшелонов власти недостаточно женщин, это проблема. А вот то, что все остальные эшелоны состоят почти что только из женщин, это нормально. Не будем обращать на это внимание. И именно это говорит нам о том, что ситуация эта сложилась никак не естественным путем, что постепенно происходит институциональное закрепление максимума власти в государстве за лицами женского пола и тотальное утверждение мужчин в статусе рабов. Пятая сфера – власть над ресурсами мужчин. По сути, вся система мизандрии строится на внушении мужчинам идеи, что им обязательно надо отдавать женщинам свои кровно заработанные ресурсы в той или иной форме. Повсеместная пропаганда сексобесия в маскульте внедряет в сознание мужчинам установку, что секс и отношения – это абсолютно необходимая для них часть жизни. Причем доступ к сексу и отношениям у мужчин может быть только через отдачу ресурсов женщине в той или иной форме. Через бытовую проституцию, либо через самую обычную. Социальные нормативы обязывают мужчину выполнять все финансовые прихоти своей женщины, дарить ей подарки и раболепствовать. А для этого, соответственно, он будет горбатиться на трех работах и помрет в 50 лет. Тем самым, в свою очередь, обеспечивая женщинам-пенсионеркам доступ к своим отчислениям в пенсионный фонд. Настоящий мужчина – ничего не скажешь. Кстати, более ранний выход на пенсию у женщин и является одним из примеров институционального воздействия, созданного государством для передачи мужских ресурсов во власть женщин. Другой пример – материнский капитал, получить доступ к которому отец почти что не имеет права. Я об этом уже говорил выше. А также алименты. Да, алименты якобы платятся на ребенка, но их трата никак не контролируется. А значит, даже если все 100% алиментов будут израсходованы на нужды отпрыска, на них будет куплено именно то, что мать посчитает для него необходимым и без учета мнения отца. Алименты – это классический случай, когда женщина единолично решает, как тратить деньги мужчины, то есть получает над ними власть. Если посмотреть, в каких сферах труда занято больше мужчин, а в каких больше женщин, мы увидим, что мужчины больше работают в сферах производства ресурсов, как то добыча ископаемых, сельское хозяйство, обрабатывающее производство и строительство. Женщин при этом больше в финансовой сфере. Ну то есть получается, что производят богатство страны в основном мужчины, а решают, как его перепродать и перераспределить в основном женщины. Кроме того, женщины получают власть не только над финансовыми ресурсами мужчин, но и над физическими. Например, на рабочем месте женщины могут заставить мужчину нести себе что-то тяжелое или сделать какую-то опасную или просто постыдную работу. И это будет восприниматься обществом как полная норма. В то время как выполнение такой же работы женщиной при наличии мужчины ряда будет считаться абсолютно немыслимым. Это я уже не говорю о стереотипах, что мужчина должен все вещи носить за женщину, якобы из-за того, что она слабее. Слабее – так пусть бицуху качает, чтобы свое барахло носить. Причем тут мужчины. И здесь мы уже плавно подходим непосредственно к вопросу человеческих туловищ. Шестая сфера – власть над собственным телом. Женщины в обществе имеют право выглядеть хоть мужественно, хоть женственно. Их никто за это гнобить не будет. И уж тем более проявлять физическую агрессию. Тогда как мужчину за неподобающий холопу имидж могут легко избить бабы-рабы. Везде. Кроме разве что Москвы и Петербурга. А на словах так за милую душу загнобят вообще где угодно. Право женщины на распоряжение своими репродуктивными органами тщательно охраняется и спонсируется государством. И не дай бог кто-то всерьез заикнется о выводе абортов из ОМС. Начнется гвалт общественного негодования. Государством и законом ревностно охраняется только женская половая неприкосновенность. Фактически до такого, что женщина может просто показать пальцем на любого мужчину. Кроме крупного гостчинаря разве что. И сказать, что он ее насиловал и его посадят. Для приговора хватит словесного заявления женщины о насилии и факта соития. А в некоторых случаях даже второго не нужно. А если мужчину изнасилует женщина, то это и не считается за изнасилование даже. Это насильственное действие сексуального характера. И женщину, совершившую такое деяние, посадят с крайне малой вероятностью. Жертва насилия мужского пола очевидно подвергается во много раз большей стигматизации, нежели жертва женского пола. Изнасилованную женщину все жалеют, все истерят по поводу того, какие же насильники мрази. А если кто-то посмеет заявить, что жертва сама виновата, то его мгновенно обольют словесными помоями. Даже если жертва реально и задокументированно проявляла явное согласие на соите. Люди, искалечившие солдата Сычева, получили всего три года заключения. А вот паренек, у которого в толкане охотно приняла наклык Ирина Сычева, который даже и грубости это не говорил, в отличие от снимавшего чувака, получил 8 лет строгого режима. Государство прямо заявляет нам, что право женщин на свободу тела для него важнее и ценнее, чем право мужчин на жизнь и полноценное существование. И конечно же, у женщин есть право не становиться на целый год фактическими рабами, тело которых целиком и полностью принадлежит государству, которое не вправе даже сами себе нанести повреждения, потому что это членовредительства. Уголовное преступление, за которое ты будешь нести наказание по статье 339. А то Иш решил себе ногу сломать, государственное имущество портить. Тут вы можете спросить меня, ну, безоговорочное право распоряжаться своим телом у одного пола, при отсутствии такового у другого, это, конечно, привилегия. Но при чем тут власть? А при том, что в нашем мире эта привилегия распоряжаться своим телом дает сильные инструменты и большие возможности для получения уже непосредственно самой власти. То, что женщины имеют меньше препятствий к получению образования из-за отсутствия домоклого меча призывной раба армии, дает им больше шансов устроиться на должность во власти, а также возможность сделать это раньше. То, что женщины имеют все права распоряжаться своей репродуктивной функцией при отсутствии таковых у мужчин, дает им право манипулировать мужчинами угрозой нежеланного деторождения и тянуть из них ресурсы. Моего знакомого блогера мистера Лизарда, кстати, бывшая девушка именно таким образом развела на крупную сумму денег якобы за аборт, а позже оказалось, что и беременности никакой не было. Но денежки уплыли. Она супер охуенную стратегию женскую со мной разыграла, и я при этом на это повелся, что... Она сказала, типа, ой, я от тебя забеременела, блядь, как она от меня забеременела, непонятно, хотя мы трахались с гандоном. Ну, короче, я в это поверил, в это говно. Вот, и она начала мне говорить, так, типа, я пошла тут на аборт, дай мне денег, блядь, это пи***ц, короче, у меня денег нету. Ну, я обосрался, дал ей денег, ну, а потом я узнал, что это все хитро-рубанная манипуляция, чтобы просто, я не знаю, она там купила какое-то говно себе в итоге. На мои деньги, блядь, ну... Женщины также могут абсолютно безнаказанно шантажировать мужчину обвинением в изнасиловании, заставляя таким образом подчиняться своим требованиям. Словом, очевидно, что институциональное закрепление за женщинами нерушимых и охраняемых государством прав на собственное тело при отсутствии таковых у мужчин, это один из инструментов власти женщин над мужчинами. На самом деле я привел вам лишь самые заметные и самые основные сферы власти женщин, можете дополнять меня в комментариях. Знаете, вот пару лет назад все смеялись с нелепых доводов Ники Водвуд, где она объясняла, что женщины не могут угнетать мужчин, потому что у них нет стрелочки власти. Но в одном аспекте эта смешная аллегория со стрелочкой абсолютно верна. Тот, у кого нет власти, нет инструментов влияния, не может угнетать того, у кого они есть. Метафорическая стрелочка действительно поворачивается лишь с огромным трудом и совершенно в исключительных случаях. Тонкость только в том, что Ника нарисовала стрелочку изначально в противоположном направлении. В реальности женщины имеют массу механизмов власти над мужчинами и обществом, о чем я подробно рассказал выше. К одним механизмам женщинам просто проще получить доступ по сравнению с мужчинами, другие же достаются всем женщинам просто по факту пола. Но давайте подумаем, существуют ли аналогичные инструменты власти мужчин над женщинами и обществом, которые давались бы нам по факту пола или же доступ к которым мы могли бы получить вне зависимости от женщин. Нет, таких механизмов просто-напросто не существует. Единственная сфера управления, где имеется сильная диспропорция в сторону мужчин, это военная сфера. Но там и управление осуществляется почти исключительно над мужчинами определенной категории, о власти мужчин именно над женщинами и всем обществом, тем более в военной сфере, речи не идет. Я отмечу, что по сути задачей армии является обеспечение безопасности женщин и действующей в их интересах власти, причем ценой жизни и здоровья мужчин. Так что всерьез воспринимать военную сферу как инструмент власти мужчин нельзя. Так называемые феминистки верят во власть мужчин, словно в какой-то религиозный догмат. Никаких подробных и внятных объяснений, где и какая власть у всех мужчин сейчас имеется, нигде не дается. В чем смысле з subset Tenemos общество forever gemлиотливоняет сам de женщина? Усск. Какая большая большая цифра entrenалась до мужчин, большая 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 Аcm внимания, женщины планируют более не вас, занято... Ущущая пропорта нужна женщина немного воин anchuyor. Максимальная пропорция достаточно Vaakúden Hola. Не Fightside машина Учения воевала утр à RIו Лесьа В России женщины — это привилегированная власть, имущая социальная группа, а мужчины — это угнетаемая и физически уничтожаемая социальная группа, на которой предыдущая группа привилегированная паразитирует. Пожалуй, теперь вы точно поняли, что такое матриархат, и сможете на пальцах доказать его актуальность всем заблуждающимся. Также призову вас не бояться этой системы, а активно противодействовать. И шесть основных направлений подрыва я вам указал. В ближайшие десятки лет у нас почти наверняка не выйдет добиться прав на свободу, на репродукцию, на детей и вообще на человеческие отношения для всех мужчин. Но лично ты, мой зритель, сможешь отбить хотя бы часть этих прав лично для себя. Не стесняйтесь отстаивать и реализовывать свои права в любом контексте. Да, увы, в обществе, где только женщины имеют полные гражданские и социальные права человека 21 века, а мужчины по правам где-то на уровне века 19 в лучшем случае, большинство мужчин даже и не знают, что им нужно и можно вообще защищаться. Они идут на поводу у шантажисток, боятся репрессий от жены государства и поэтому молчат. Но теперь вы знаете врага в лицо и изнутри. Подписывайтесь на канал и делитесь роликом с друзьями и знакомыми. Лучше всего для сэво-оптимизации видео копировать не короткую ссылку из-под ролика, а ссылку из адресной строки до вот этой вот закорючки и вставлять ее во все свои соцсети. Будьте собой, думайте своей головой. Всем спасибо. Все свободны. Субтитры сделал DimaTorzok